Приветствую вас бойцы невидимого фронта Мне 18 лет Диоген Не растет жим Сотку пожал дальше никак Что делать, как мне закурсить Что надо делать, чтобы первый раз курсануть Блин Я... Вот посмотрите, до чего вы меня доводите Я человек, который считает, что мат это плохо Но в эти моменты я просто отборным матом ругаюсь Первый курс Химичить или нет Что надо знать перед этим Скажу сразу, бойцы Если у вас возникает вопрос, химичить вам или нет То ответ однозначный Не химичить Ибо когда я подходил к своему первому курсу Мне было 26 лет У меня был, ну, кривовато Ну, жим 180 В соревновательной манере я делал 175 26 лет Не 18 Не 23 Даже не 25 26 И результаты были у меня на тот момент гораздо выше Чем у многих моих друзей Которые химичили лет с 18 Если у вас возникает вопрос, химичить вам или нет Ответ однозначный Нахрена Не надо вам химичить Не На Да Ибо на этот вопрос вы должны однозначно ответ знать И не только знать, химичить вам либо нет Не только знать, для чего вам это надо Вы должны от начала до конца знать все о биохимии Вы от начала до конца должны знать, какими препаратами, исходя из вашей тренировочной задачи Вы будете химичить, в каких дозировках Потому что без этого понимания Равно, как без понимания того Как строится сила Как растут мышцы И без хорошего, чистого результата Употребление вами стероидов будет показывать Ну, легче татуировку сделать на лбу Долбоеб Я извиняюсь за мат Долбоеб У вас будет огромными буквами на лбу Мало того, что Я считаю, что пока вам нет 20 лет Ну ладно, там, 19 То вообще забудьте об этом Вам даже качаться не надо Вам надо идти в борьбу Вам надо идти в самбо, в грэплинг И это будет хорошей подготовкой для дальнейшей качалки Качаться надо начинать по-серьезному лет с 20 Да и о стероидах вообще не надо думать У вас, собственно, тестостерон там прет изо всех щелей Но даже если после Если вам уже 20 лет И у вас стоят результаты Друзья, если вы не знаете, как растят мышцы Если у вас нет четкого интуитивного понимания тренировочного процесса Чтобы на сухую хотя бы, я не знаю, пожать 150 Вам стероиды только повредят, но будут бесполезными Понимаете, бесполезными Вы будете химиком С результатами, над которыми будут смеяться Вы будете химиком С результатами, над которыми будут смеяться Что нужно первым делом сделать Знать, что такое биохимия И знать, в какой степени Эта тема участвует в тренировочном процессе Знать, что такое тестостерон Знать, что такое общий и свободный тестостерон Знать, какие еще гормоны Составляют вот эту гормональную игру спортивную Ведь не только тестостероном единым жива биохимия Понимать вообще, что это такое Биохимия важнее тренировочных планов Тренировочных каких-то схем Наборов упражнений Биохимия это комплекс мероприятий И на нее влияет питание, восстановление Наличие либо отсутствие витаминов Это может быть у вас ни хрена не прет Там, я не знаю, пожать даже 120-130 Из-за того, что у вас Цинка банально не хватает Кальция не хватает И вы сыпетесь на тренировках Первым делом Берете Google Это поисковая система Разработана Нашим бывшим соотечественником В далеком прошлом На данный момент самая лучшая поисковая система в мире И забивайте там Клиника спортивной медицины Либо Спортивная фармакология Врач И все что угодно Находите хорошего спортивного специалиста И приезжайте к нему Перед этим Либо непосредственно у него Вы Сдаете все анализы Которые вам скажут Просто приходите к врачу И говорите Я хочу качаться Но хочу вначале посмотреть Что у меня вообще там с гормоналкой Что у меня с биохимией Сдаете все анализы Он вам смотрит Непосредственно вот на них, да Потому что Расписывать курс Не держа перед глазами Вот ваших показателей Это бред Это признак Долбоеба Он вам посмотрит И скажет У вас не хватает Того-то, того-то, того-то Либо у вас все в норме Но вот вам надо Витаминчики попить Либо же он скажет вам Что у вас тестостерона Как у модельера Как у эстрадного певца Как у фотомодели Женского пола И заниматься вам спортом Будет ни о чем Что на химии Что без Биохимия важнее В тренировках И прежде чем Химичить Вы должны четко Ответить на вопрос Зачем вам это надо Надо ли вам это Самое главное Вы должны без химии Уметь строить Хороший спортивный результат И полностью интуитивно знать Что для вас работает Что для вас не работает Еще раз говорю Я в 26 лет закурсил Я четко знал все Как мне пожать там Ну хотя бы, не знаю Я не думал, как 160 пожать Я жал гораздо больше 150 на некоторых тренировках У меня был рабочий вес В жиме На сухую Это была клиника Спортивная медицина Хорошая На шоссе энтузиастов Сейчас, к сожалению, нет Все анализы сдал Врач на все посмотрел Сказал, все здорово Может не париться После Самого курса Я съездил Сдал все анализы Он посмотрел Сказал, что даже не надо Делать никакого ПКТ Более того Я в жизни ПКТ не делал У меня очень Разумные дозировки Были маленькие Допустим, 230 на семян Был с установлено Пожалуй Так что, друзья Это первым делом Расписывать курс Не держа перед глазами Всех ваших показателей Это бред Потом Расписывать курс Нужно исходя из ваших Конкретных тренировочных задач И вы должны перед этим Знать все Как вот Строить результат Ну, на уровне КМС По той дисциплине В которой вы занимаетесь КМС по жиму Это 100 Ну, при моем весе Это 170 Килограмм 172 Ребят Я при своем весе 172 Без всякой химии дел И поверьте Каждый человек Хотя бы в жиме При своей весовой категории Сделает КМС Легко и просто Понимая, что Без анаболических стероидов Выгодные биохимические условия Для построения Силового результата Сделать можно Вот этим займитесь Изучайте Витамины хорошие возьмите Поймите Как растут мышцы Как строится сила Не нужно часто тренироваться Быть может У вас прогресс стоит Потому что вы И витамины не жрете И жмете там Допустим Через день Приседайте через день Не знаете Как циклировать Работу На силу И работу На массу Это бред будет Если вы начнете Химичить Это просто Ни о чем будет КПД Такого курса Будет ноль Что наберете Быстро сольете Плюс я Вижу Просто Волосы на себе Рвать хочется Хоть на лосо Побрился Недавно Ну как Не на лосо 12 сантиметров Ой Миллиметров Я извиняюсь Насадкой Но все равно Волосы могу Зацепить Рукой И вот То что Зацепить могу Хочу себе Вырвать Ставят чудовищные Дозировки При очень слабых Результатах Не понимая То что Сами дозировки По себе Ни хрена Не значит Еще раз говорю 300 таблеток Метана На них можно Выйти На жим В 220 В 230 Килограмм Я не шучу При моем весе При весе Больше 110 А те же 300 таблеток Можно употребить Так чтобы У вас На лбу Появилась надпись Светящийся Долбоеб Я вообще считаю Что максимальная Доза Допустим Того же метана Это Супер максимум Это 50 Миллиграмм 40 Некоторые Жрут 10 таблеток Метана в день Это 100 Это просто Идиоты Не понимая То что Допустим Не в дозировках Дело А в том Чтобы ровным фоном Вот эти выгодные Биохимические условия Для усиления Всех процессов Способствующих Росту силы Массы Вот создавать К примеру Хорошего Грамотного Сжимовика Особо Там Заморачиваться С ПКТ Плюс Еще раз говорю Не одним тестостероном К примеру Биохимия Жива Вам все это Надо знать Хорошему Спортивному Специалисту Который Глядя Ваши Конкретные Показатели Вам скажет Как вам Пока на сухую Построить Результат Идите В хорошую Секцию Пауэрлифтинга Хорошему Тренеру Узнавайте Как Строятся Силовые Какой баланс Должен быть Нагрузки Восстановления Какое должно быть Питание Какие должны быть Витамины И выходите На хороший результат Без всякой Фармакологии На уровень КМС Каждый Сможет выйти Кто не сможет Таких людей Нет Если вы Здоровый Человек Более-менее Для чего Надо употреблять Для себя Я ответил так Во-первых Я и общественную Деятельность Определенную Хотел вести И Ну Для меня Это было необходимо Во-вторых Просто Хотелось Почувствовать Радость От того Что на тренировках Прет гораздо больше Что суставы защищены И Просто нужен был Хороший Спортивный Результат Я посчитал Что Мне он нужен На сухую На сухую достиг Хорошего результата И захотелось Больше То есть Все ответы Зачем мне это надо Я себе дал Все ответы на вопрос Зачем мне это надо Я себе дал Плюс Плюс сейчас Плюс сейчас В том числе Помимо Основной работы Тренирую Людей в зале В своем То есть По факту Веду Тренерскую Деятельность И могу сказать Что Для меня Это просто Необходимо Да Если вы Работаете Тренером У вас Такого вопроса Не должно стоять Если вы Работаете Тренером Вы уже Не любитель Вы тренируетесь Не для себя Для вас Ваши спортивные результаты То как вы выглядите То как вы приседаете Жмете То как вы показываете По вашей спортивной дисциплине Какие-то результаты Это ваш хлеб И вы профессионал И от этого будет зависеть Ваш заработок Поэтому тренер Который считает Что Допустим Я могу там Тренироваться для себя Это тренер Идиот Он никогда не мотивирует людей Он никогда не будет выглядеть так Как люди хотят Выглядеть сами Он никогда не будет показывать Таких результатов Которые люди хотят Выглядеть Которые хотят Люди добиться Если вы тренер Вы как минимум Должны показывать Результаты На уровне мастера спорта Иначе вы Нахрен никому не нужны Вы не заработаете денег Вы должны быть В месте В котором вы работаете Самым лучшим Самым сильным Самым крутым Там для вас Такого вопроса Не стоит Вы Можете Захимичить И самое главное Прежде чем Вообще Работать тренером Само собой Вы должны Кучу всего знать И кучу всего уметь Иначе Грош вам цена Как тренеру Огромное непонимание Того Какими Дозировками Надо химичить У людей Даже у тренеров Но сколько Можно увидеть Людей на вечном Пурсе Которые работают Тренерами Которые жмут Херню Просто Там 160 Там Еле-еле Жмут Вот такое Такое тоже Можно увидеть А ставят Там Бешеные дозы Я не знаю Я четко Могу сказать Что Я буду Выходить Там В скором Времени Будут соревнования По жиму лежа Я хочу пожать Там Около 230 Килограмм Чтобы сдать КМС На одном Туриноболе Туринобол Соло Дозировка Мне больше Там 4-5 Таблеток В день На сухую Вообще Не на курсе Я выходил На 210 В жиме Через полтора года После курса Привесил Около 120 Килограмм Могу ошибаться Не взвешиваюсь На тот момент Около 120 Огромное Непонимание Того Как работают Те или иные Препараты У ребят Например Если вы хотите С силовиком быть То вам Нахрен Не нужно Ставиться На зал Вол Но даже Если вы хотите Быть силовиком Вам Вы должны Понимать Что максимальные Дозировки Они не всегда Решают Продолжительность Легкого курса Важнее Короткого Там я не знаю Самого мощного Курса Который вам Кучу побочек Даст И результат Вы ни хрена Не достигнете Ибо Ваша Сила Ваша Мышца Это отстраивается Организмом На фоне Наличия Питательных Веществ На фоне Выгодных Скажем так Строительных Условий Тренировка Восстановления Запасом Прочности Тренировка Восстановления Запасом Прочности Анаболические Стероиды Будут Запускать Процессы Энергозатратные Которые Будут Усиливать Вот эти Процессы Создания Запаса Но для Отстраивания Энергозатратных Процессов Для отстраивания Энергозатратных Тем Вам нужно Ровным фоном Наличие Даже избыток Питательных Веществ Строительных Материалов Строителей Если Вы Химичите И не жрете Ни хрена У Вас не будет Если Вы Короткий курс Ставите Даже максимальными Дозировками 10 Ампулсостанона Который В булку Загоните Не работает Лучше Одной Ампулсостанона Не работает Плюс Если Ваша цель Сила То не ориентируйтесь Допустим На билдерские Дозировки От которых Мне вообще Там выть Хочется Иногда Ребят Огромное Непонимание Процессов Этих Огромное Поэтому Если задаете Себе Такой вопрос Зачем Мне надо Вот я Сейчас Могу Там Ставить Какой-то Курс Потому что Я работаю В фитнес Индустрии В том числе Вторая Моя работа Это Тренер Я веду Персональные Тренировки Я должен Показывать Такой силовой Результат Который Который Будет Мотивировать Людей Для меня Это Оправдано Если бы Я работал В фитнес Центре Я бы Этим Зарабатывал Сейчас Я Так Своё Место Держу Для удовольствия Я бы Стремился В любом Случа Выходить На Максимальный Результат Чтобы люди Приходили На меня Сразу Смотрели И понимали Ага Вот у этого Я хочу Заниматься Вот он Здоровый Он Понимает Он Смог Добиться Результата Сам Он Сможет Транслировать Свой опыт По-настоящему И рядом с ним Я буду Мотивирован К такому Я приду Не только На один раз На второй На третий На четвертый И буду Нанести ему Деньги Вот если вы Тренер Вы можете Думать Так И для вас Вопросы Не стоит Если вы Тренер Вы можете Там Закурсить По-царски И не париться Вообще И плевать В рожу Всем Жёвную Морковью Кто вам Будет Говорить Что Там Стероид Это Плохо Если Ваша Цель Пожать 130 Килограмм И вы уже Сидите Думаете Как бы Захимичить И Слушайте Всяких Там Идиотов Которых На ютубе До хрена Которые Расписывают Один курс Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Вообще Там Не раскрывая Вопросы Что такое Биохимия Как это Все работает Чем Биохимия Из чего Она Скажем так Строится Что это Такой Это комплекс Мероприятий Питание Восстановление Витамины Вы будьте Идиотом Для спринтера Одни Дозировки Одни Препараты Для Метателя Ядра Другие Для Жимовика Третий Даже Тренировочный План Жимовика И Пауэрлифтера Очень сильно Отличается Очень сильно Отличается Не говоря Уже О том Что Есть препараты Которые Требуют Полнейшего Изучения Вопроса Прежде чем Подходить К тому Чтобы Их вообще В руки Брать К спортивному Специалисту Друзья Бегом С вашими Анализами Он на них Будет смотреть И говорить Вам В чем Беда В чем Не беда Он будет На них Смотреть И Рассказывать Вам Что Такой Биохимия Вообще Он Может Вам Посоветовать Под вашу Конкретную Тренировочную Задачу Курс Вы Не по Интернету Должны смотреть Курсы Это Бред Еще раз Говорю Сделайте Татуировку Долбоеб На Лбу Тогда Смотрите Любые Курсы Через Интернет Слушайте Там Смотрите Любые Ролики И ставьте Эти Курсы Непрерывно Тогда К вам Никаких Вопросов Не Будет Если Вы Хотите Достигнуть Хорошего Спортивного Результата И Тем Более Если Вы Тренер У Вас Это От Зубов Должно Отлетать Вас Ночью Разбуди Скажи Почему Ты Такой Курс Делаешь И Ты Ответишь Я Делаю Такой Курс Потому То Потому То Исходя Из Ваших Потребностей Исходя Из Ваш Из Ваш Показателей До 20 лет Не Думайте О том Чтобы Химичить Вообще До 20 лет Лучше Ходить Я Не Знаю В Борьбу Это Будет Намного Выгоднее Качалки Ну Для Большинства Любителей Если Вы Сейчас Парень Который Весит Килограмм 60 Уж Точно Нахрен Вам Качаться Вам Надо Ити Комплексную Нагрузку Давать Себе Горьбля Связки Суставы Тренироваться На фоне Там Улучшения Питания Улучшения Того Как Вы Подходите К употреблению Витаминов Нет Это Единственный Ответ На вопрос Надо Вам Химичить Либо Нет Не Надо Нахрена А Если Вам Надо Химичить Вы Уже Все Знаете Зачем И Почему И Исходя Из Чего Будут Строиться Ваши Дозировки Тех Либо Иных Препаратов Идиотом Не Будьте Друзья Никогда Не Будьте Идиотом Это Очень Плохо И Невыгодно Вот Чем Лично Я Руководствовался Когда Решал Захимичить Мне Первый Раз Либо Нет Этим Вы Должны Руководствоваться Тоже Если Не Будете Татуировку На лбу Всегда Не Помните Крупными Буквами Очень Крупными Буквами Резервов Построения Результата На сухую Очень Много Да Процессы Под которыми Вы будете жить На курсе Стероидов Они очень Энергозатратны И природа Просто Куча ограничителей Снабжена Чтобы вы не жили В таком Энергопотребляющем Режиме Да Природа Считает Что вы Человек Пещерный Живете В пещере И бегаете Там Ловите Мамонтов И можете Одну неделю Поймать Мамонта Можете Одну неделю Не поймать Он считает Что вы Человек Который Живете В таких Диких Условиях Он же Организм Ваш Не знает Что вы Живете В 21 веке Рядом С холодильником Поэтому Природой Никогда Не будут Создаваться Такие Биохимические Условия Которые Будут выходить За рамки Жизненной Энергоцелесообразности Но в рамках Этих Можно построить Очень неплохое тело Очень неплохой Силовой результат Как минимум Можно очень неплохо Драться Вы всегда сможете Сам Изучать Там не знаю Самооборону Вы всегда можете Ставить удар Вы всегда можете Хорошо спарринговать Бороться Без всякой химии Потому что Нахождение Под курсом Оно требует Наличие Жиротвы Наличие Полнейшего Восстановления И часто В жизни На человек Такие себе Условия В дикой природе Во всяком случае Не сможет Себе создать Естественно Организму Будет куча Там Ограничителей Для того Чтобы в таком Энергозатратном Режиме Не жили Но если вам Уже надо Это делать То надо У вас будут И жиротва И сон Вы себе Эти условия Создадите Если вы работаете В фитнес-индустрии Вы уже не любитель Вы делаете это Даже не для себя Для того Чтобы мотивировать Людей Которые будут У вас тренироваться И в том И в другом случае Все процессы Вы должны знать От а до я И вопрос Закрыт К спортивному Специалисту А если у вас В городе его нет Как мне многие пишут Или вам лень О Еще лучше Но если лень То вам лень Делать и многие другие вещи Более важные А если у вас В городе нет Спортивного специалиста У вас точно В городе есть вокзал Это вещь Где Поезда Выдвигаются В нужном вам направлении Во всяком случае Вы можете С пересадкой Если поезд Не идет От вашей станции До нужной точки Вы можете С пересадкой Доехать До нужного города Где есть Хороший Спортивный специалист Потратить Один день На решение Всех этих вопросов И все И не быть идиотом А если вам Лень Над этим Заморачиваться Все что вы Будете ставить Все что вы Будете принимать Не имея Перед глазами Ваших показателей Будет на ваш Страх и риск Если вы Слушаете Даже самых Компетентных Спортивных Обозревателей Все что вы Будете ставить Будет на ваш Страх и риск Если вы Считаете Что никто Не будет Запариваться На сдачу Анализов На обращение К спортивным Специалистам Это вы Не будете Запариваться Над этим Это вы Не будете Тратить на это Деньги И вы Вечно будете Середняком Либо же Вы не будете Середняком Каким-то боком Дойдете До опытного Понимания Но это Один из сотни Так Может достичь Этого Вот Чем надо Руководствоваться Прежде чем Включаться В курс Удачи И силы Друзья Пока Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...